В Благое дело! В городской мечети Балхаша новый главный имам. Найди свое хобби! Около 50 кружков дворца школьников приглашают желающих на занятия. В городской мечети Балхаша новый главный имам. Им стал Нурбулат Калдербеков. Ранее он возглавлял мечеть Арынхаже поселка Бурундай, микрорайона водник Алматинской области. Я родился в Туркестанской области. Учился в университете Нурмубарак. Окончил в 2012 году, после чего работал в пяти мечетях города Алматы. В Балхаш приехал с целью поделиться знаниями и опытом, набранными в Алматы. Есть еще одна цель. Мы хотим построить в Балхашем Медресе. Надеемся приступить к строительству сразу после окончания ремонта городской мечети. Около 50 кружков дворца школьников приглашают желающих на занятия. Совсем скоро в его стенах начнется новый учебный год. Занятия в кружках 1, 2 и последующих годов обучения начнутся с 15 сентября. А в воскресенье 11 сентября пройдет День открытых дверей, где родители и их дети смогут подробнее узнать о деятельности каждого кружка, а также записаться на понравившийся. В этом году будут работать кружки различного направления. Художественно-эстетического, декоративно-прикладного, социально-педагогического и научно-технического. Запись уже ведется через сайт e-darn.kz. Там же можно получить всю интересующую информацию о деятельности дворца школьников и перечни кружков. Чтобы официально записать в кружок ребенка родителю или иному представителю, необходимо зайти на сайт e-darn.kz, зарегистрироваться и записать ребенка в выбранный кружок, прикрепив сканированный вариант медицинской справки 027-у и свидетельство о рождении. Если вдруг вы встретите трудности при регистрации ребенка через сайт, то вы можете подойти к нам во дворец школьников, где мы окажем вам помощь и запишем вашего ребенка в любой выбранный вами кружок. По всем интересующим вопросам вы сможете обратиться по телефону 4 10 65 с понедельника по пятницу с 9 до 18 00. Ждем всех в наших кружках. Департаменту уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области требуются сотрудники. Об этом сообщил начальник отдела кадров и политики областного департамента уголовно-исполнительной системы. Стаж службы засчитывается на льготных условиях. Один год службы приравнивается к полуторам. Следует отметить, что если у работника нет места жительства, ежемесячно на каждого члена семьи выделяется по 39 тысяч тенге. Трудовой отпуск составляет от 30 до 60 дней в зависимости от стажа работы. По дополнительным вопросам можно обратиться по адресу город Караганда, улица Поспела, 18 или по телефонам, указанным на экране. Приглашаем мужчин и женщин в возрасте до 35 лет. Требуемый рост для мужчин не менее 170 сантиметров. Для женщин не менее 165 сантиметров. Также есть возможность поступления в специализированное высшее учебное заведение на бесплатной основе. Есть и бесплатное медицинское обеспечение. Стабильная заработная плата с последующим увеличением в зависимости от стажа работы. Спасибо.